В Армении очень любят уделять внимание каким-то крупным проектам, особенно технологичным проектам. Какие-то единороги с армянскими корнями, которые появляются в Соединенных Штатах. Есть один момент очень важный, что для того, чтобы стать IT-страной, в которой сосредоточена большая интеллектуальная сила в части высоких технологий, требуется время. А экономика должна расти, тем более в условиях мирового кризиса, последствий войны, пандемии, в целом снижение уровня экономики в мире. Это должно происходить прямо сейчас. Поэтому мне кажется важным как раз-таки уделять внимание микробизнесу. Если посмотреть, например, Армении, у нас актуальная статистика есть по 2018 год, наконец. Так вот, 70 тысяч предприятий микромалого бизнеса, из них 35 тысяч – это индивидуальные предприниматели, то есть у них даже нет сотрудников. То есть Армения в процентном соотношении здесь ничем не отличается от Италии. Потом я изучал цифры Китая. Даже можно посмотреть на Россию. Микробизнес – это 95% предприятий, а относительно их вклада в экономику – это не меньше, как минимум не меньше, чем крупный бизнес. В среднем и маленьком компании есть разница. Есть среднем и маленьком компании, очень маленькие, даже без одного человека, которые предлагают определенные услуги, очень часто просто перемещают богатство от одного человека на другой человека. Такие компании, может быть, не сильно создают и принимают участие в создании ВВП, но они в любом случае являются компанией, которые амортизаторы, которые социальные амортизаторы, потому что маленькие компании очень часто раздаются, очень часто умираются. И люди могут легко перемещаться из компании в компанию. Я сам родился в Турине. Мы, в принципе, жили вокруг мамы Фиата. Это понятно, что это было расчет с одной стороны, но когда начали проблемы у Фиата, когда Фиата начала уже производить в других местах, была чуть-чуть катастрофа. А эти микрокомпании, хотя не очень специализированные, в любом случае являются амортизаторами, поскольку люди могут хотя бы временно работать и получить зарплату. И, по крайней мере, жить-то. Эти 250 тысяч компаний, которые действительно конкурируют с крупными компаниями, которые действительно создают 50% экспорт Италии, и которые создают 70% ВВП Италии, Это, да, это маленькие компании, это, да, очень часто семейные компании, но когда вы смотрите эти заводы, вы видите, может быть, и небольшой рабочий, но эти рабочие очень профессиональные, которые сумеют использовать дигитализацию, которые используют оборудование полностью дигитализировано. Поэтому средний и маленький не всегда значат примитивные варианты развития, это безусловно. Я большую часть своей карьеры кредитую как раз микробизнес и малобизнес, но в России. И я знаю, что по статистике 70-80% компаний, они не доживают до трех лет. Вот откуда у банков, часто консервативных, есть требования, что бизнес работает более 36 месяцев. А здесь нет проблемы или это наоборот как-то может положительно? Компании, которые, я хотела, может быть, это некрасиво, но средние и маленькие компании, это как насекомые. Умирают очень часто, но раздают тоже очень часто. Поэтому средние и маленькие компании всегда обновляются. Крупные компании, когда умирают, это катастрофа. И очень часто даже по поводу развития IT, крупные компании, поскольку им нужны колоссальные инвестиции, они могут оставаться. А средние компании, наоборот, могут применить те самые новые технологии. Гораздо летче, чем крупные компании. Когда мы говорим об инвестициях в крупный бизнес, здесь понятно, оцениваются риски, оценивается доходность, оцениваются перспективы. Но обычно крупным инвесторам не интересно вкладывать в небольшие предприятия, когда речь идет о нескольких, даже десятках тысяч долларов, тем более несколько тысяч долларов. Вот какие механизмы есть, чтобы как-то этому содействовать, как-то этому помочь. И, в принципе, может быть, я заблуждаюсь. В Италии давным-давно существуют инструменты, чтобы помогать средней и маленькой компании. Первоначально были особенно банки. Когда я начал работать в банковском секторе, 40 лет назад, особенно банки обслуживали крупные и средние и маленькие компании. Сейчас уже везде по всему миру центральные банки более активно контролируют деятельность банка. Конечно, банки используют депозиты, вклады населения. И, конечно, надо контролировать, что банки не могут злоупотреблять эти вклады, финансировать компании, которые действительно не могут отчитаться, как обычно могут отчитаться крупные компании. Поэтому по всему миру уже и в развивающие страны и в развитии страны существуют структуры микрокредита, которые готовы принимать и рассматривать заявки средней и маленькой компании. В том числе существуют платформы краудфандинг, как и вы. Кстати, есть в Ереване и итальянская компания микрофинансовая. К сожалению или к счастью, финансировать микробизнес будет всегда сложнее для банков, которые более ориентируются на определенные пруденциальные параметры, которые и центральные банки, и регуляторы, и международные регуляторы, как Базель, предоставляют для банковского сектора. Почему? Потому что они используют депозиты, вклады в население и надо, конечно, первоначально защищать население, которое вкладывает деньги в банки. Поэтому эта функция финансировать более рискованные предприятия, мало-помалу переносится от банков на другие структуры, которые могут быть кауфанды, могут быть микрофинансовые структуры, могут быть компании, которые не привлекают вклады в население, которые используют свои личные деньги. И таким образом риск – это компании, которые могут принимать более высокий риск. После запуска нашей платформы мы получили более 100 запросов на получение финансирования через краудфандинг и провели больше сотни интервью во всех уголках Армении. Мы встречались с этими людьми, выясняли, какие у них потребности, какой бизнес. И вывод, который напрашивается, это то, что помимо получения средств, денег, им также важен консалтинг. У нас был случай, когда, сидя на собрании и объясняя, как работает краудфандинг, я сказал, что включите в стоимость НДС. И одна из женщин, которая небольшое ателье, она, смотрю, берет сумку, встает, я говорю, а вы куда, что случилось? Ее испугало слово НДС. Это ей казалось чем-то очень сложным, чем-то непонятным, поэтому вполне логично, что мы решили запустить Хачен Консалтинг, нашу консалтинговую компанию, которая также поможет финансово, юридически, экономически и в части диджитализации тоже. Потому что многим нужно не просто объяснить этот механизм, но и непосредственно помочь, завести заявку, объяснить, как это работает. Я вполне согласен с вами. Микрофинансово, микрокредит очень часто требует финансово грамотства. Поэтому консалтинг – это действительно инструмент, который помогает передать эти знания людям, которые потом будут использоваться. А вы, как вы имеете в виду техническо-оперативным образом объединить работу платформы с работой консалтинга? Те заявки, которые к нам приходят на платформу, мы понимаем, что либо мы будем брать от них 5% всего этих заявок, от общего количества, а остальные терять. Потому что где-то неправильно оформлена заявка, где-то неправильно составлен бизнес-план или нет понимания этого. Поэтому мы берем эти заявки, встречаемся с этими людьми, объясняем, как правильно составить бизнес-план, как учесть налоговое обложение в Армении, если это какой-то экспортный товар, соответственно, как международное налоговое обложение работает. И только после того, как мы понимаем, что у человека есть полная картинка, как должно это все работать, мы запускаем этот проект на нашу площадку, собираем деньги. То есть, а, он получил полноценный консалтинг, может быть, исправил те ошибки, о которых он даже не знал, что это ошибка. Б, получил средства для старта своего бизнеса и сбыт. Не надо забывать, что краудфандинг, это же не благотворительность, это еще и сбыт. То есть, те люди, которые отправляют деньги, они фактически уже купили тот товар, который производит наш авторпроект. Бизнес создается, когда отношения между инвесторами и получателем бывают долгосрочными. Платформа дала возможность создать действительно долгосрочные инвестиции. Между инвесторами, которые первоначально могут быть готовы ограниченную сумму или ограниченную помощь передать человеку, который даже не знает, но потом, мало-помало, учитывая результаты, учитывая успех этого бенефициара, начинает уже приближиться не только финансовым образом, но тоже человеческим образом. И может на будущее стать какой-то со-партнером в определенном предприятии. Принято считать, что век цифровизации уже роль человека не такая большая. Но на самом деле бизнес это про отношения. А краудфандинг наш это цифровой бизнес, потому что он связывает людей по всему миру. Это про отношения в первую очередь. У нас есть два уже случая. Один проект из Степана Керта, когда это было производство деревянных игрушек. И проект успешно закрыт, средства перечислены. Так в чем суть, что один из клиентов, который находится в Канаде, после того, как уже деньги были собраны, он дальше продолжает взаимоотношения с этим же автором. Говорит, слушай, а ты не мог бы партию такую-то отправить? Ты не мог бы еще что-то сделать? Другой пример это производство сухофруктов. Речь шла о том, что получить несколько тысяч долларов на новую сушилку, но человек привлек внимание, их бизнес понравился. И поэтому есть запрос сейчас из Беларуси и есть один из России уже на оптовую. То есть не разово купить, а оптовую. И, конечно, мы этому и уделяем сейчас внимание и будем еще больше уделять однозначно. Если говорить про деньги непосредственно, насколько интересно конкретно итальянскому бизнесу инвестировать в Армению и что ждет итальянский бизнес? Смотрите, на мой взгляд, есть определенные положительные предпосылки, чтобы инвестировать в Армению. Во-первых, итальянцы больше и больше знают про Армению, уже были исторические связи, как я сказал, но больше и больше современные бизнесмены начинают встречаться с бизнесменами Армении. Армения для итальянцев это рынок, небольшой рынок, честно говоря, но это рынок, который позволяет сбить на Евразийский союз. Это значит практически 180 миллионов людей. Во-вторых, это рынок небольшой. Итальянцы, особенно, как я вам сказал, имеют опыт как средний маленький предприниматель. Поэтому им приезжать в стране достаточно маленький, достаточно компактный, где можно обращаться к институциям достаточно легко. Это тоже большое преимущество. Итальянцы не так привыкли работать на крупных рынках, как США, как Россия. А Армения это достаточно приемлемо для нашего менталитета. И в третий момент, Армения это рынок, который не может попасть под санкциями. Учитывая, что Армения имеет хорошие отношения со всеми странами, учитывая, что это диаспора Армении, которая находится за рубежом, учитывая, что к созданию были тоже трагические моменты, в том числе война, которая недавно закончилась. И поэтому итальянцы считают, что мир не хочет еще больше давить на экономику и на жизнь Армении. Поэтому есть определенные логичные предпосылки, которые могут быть интересными итальянскими предпринимателями. И уже есть конкретные случаи. Есть люди, которые хотят производить обувь в Армении. Надо сказать, что Армения производила 70% обувь для всего Советского Союза. Поэтому обувь производства есть. Есть кто хочет производить икру. Может быть вы не знаете, что итальянцы отличаются от выращивания икру на северной Италии. Эта компания решила и думает производить в Армении. И я хотел напомнить, что икру не имеет какого-то места, где действительно производится. Но как, например, труфель выращивают в Пьемонте, где я родился, в городе, городичке Алба. И Алба каждый год со всеми контрагентами мира продает эти труфель. А икру существует в России, существует в Иране и может спокойно существовать в Армении тоже. И плюс икру может привлекать туризм. Поэтому есть уже сейчас туризм между Италией и Арменией. Крестьянские корни Италии и Армении очень создали туризм, поскольку итальянцы хотят посещать самое старое крестьянское государство мира. Поэтому уже есть, вы можете уже видеть по Армению эти туры. Поэтому есть уже конкретные примеры в этом плане. Есть даже армяно-итальянский культурный центр, который курировал как раз посол, по-моему. Да, поскольку мне известно, это культурный центр, который связан с бывшим послом Италии в Армении, который после мандата в Армении решил продолжать жить в Армении. А он живет в Гюмри. Что ж, краудфандинговую площадку мы с вами запустили. На самом старте сейчас находимся. Консалтинговую компанию открыли. Следующий шаг – импакт фонд. Я работаю на наблюдательном объекте. Я жду предложений в ресторане менеджмента. Я думаю, с нашей командой все получится. Спасибо. Спасибо.